Ребята, всем привет! Сегодня у нас обзор вот такой вот красоты. Действительно классно, действительно клёво, просто суперски. Это у нас идут, получается, леггинсы с комплектом для девочки. Артикул 861 275, размер 128-134. И также идут платья-свитшот для девочки. Артикул 861 255. Тоже размер 128-134. Отличное просто, ребят, платье. Вот сейчас на весну бегать просто великолепно. Викось, покружись, маме! Вика, покружись! Да, как вы видите, леггинсы немножко просвечивают, но они идут с платьем, поэтому всё великолепно, да, то есть попка закрывается. Ребят, огонь коллекция, просто супер! Мне очень нравится! Так, сейчас вот такой вот цвет, тоже очень красивый, очень симпатичный. Прям всё-всё понравилось. Вот, ребят, изумительно, просто изумительно. Ещё на столе вам покажу поподробнее. Просто классно! Далее! Далее вот такой вот красивый, очень симпатичный. Да, то есть, смотрите, очень красивая зелёная такая. Очень красивый цвет. Прям супер просто, ребят. Нареканий вообще никаких нету. Великолепно! Антоха, покружитесь! Очень здорово! Да, мне очень нравится! Прям в сердце Фаберлик мне попало с этой коллекцией. Ну вот, смотрите, у нас такой четвёртый ещё комплект. Вот такой у нас четвёртый комплект суперский! Да, великолепно! Вика думает, что папа с ней дурит. Ребят, очень нравится! Удобно, классно, суперски! Всем привет, дорогие наши! С вами Шишкина Екатерина, Кононова Анна. И сегодня мы снимаем обзор наших новых свитшотов. Линейки Love от компании Фаберлик. Они действительно классные, как вы видите. Значит, на мне артикул 861 204. Платье свитшот. Цвет фисташковый. Размер L. Состав 80 хлопок. 20 полиэстера. Я заказала и L, и XL, поэтому XL я вам в фисташковом цвете тоже сейчас покажу. Значит, 80% хлопок, 20 полиэстер. Очень классные, тёплые, приятные. Я вот такое с кроссовками хоть бы что надену и пойду, и мне очень нравится. Вот такой вот логотипчик лап у меня и у Кати. В принципе, всё здорово. Они идут с таким небольшим начосом, я бы так сказала, ворс такой. И оно очень даже плотное. Мне кажется, что это больше подкладка, чем ворс. Да? Ну, тёплые, да? Низ изделия выполнен везде в форме резиночек. В принципе, великолепно. Так, дальше, значит, леггинсы на мне идут. Артикул 861 229. Они слегка потемнее, чем свитшот. И какой-то у них тут есть меланжевый оттеночек, что ли, ещё что-то. Вот. Артикул 861 229. Размер XL. 70 хлопок, 22 полиэстер, 8 спандекс. То есть, в них есть спандекс. Они очень сильно в обтяжку, ребят. Да? То есть, нижнее бельё будет видно. Так, на мне, значит, 861 233. Это леггинсы. И свитшот 861 209. Состав идентичный предыдущим. Да, да, поэтому. И размер М. Размерки М. Да, размер М. Ну, такая вот красота. Сейчас на мне просто такой же точно свитшот, только в размере XL с артикулом 861 205. Не знаю, ребят, какой лучше размер расставлять, но я хочу оставить. Поэтому посмотрите, пожалуйста, и подумайте. Дайте мне, пожалуйста, совет, потому что я такое вообще не понимаю, как носить, с чем носить. Но мне очень нравится. Так, сейчас на мне платье свитшот. Размер L. Так и цвет лавандовый. Состав везде одинаковый, поэтому не будем сто раз повторяться. Просто вам покажемся. Я еще покажу их на столе пару образов, да, чтобы вы увидели там швы, еще что-то. В общем, мне очень нравится. Мне кажется, что для высоких тоже будет здорово. Леггинсы. Артикул 861 235. Размер XL. 70 хлопок. 22 полиэстер. 8 спандекс. В общем-то, ну, ничего так. Но они, знаете, такие тоненькие-тоненькие. Так, они абсолютно тонкие. Так, мне сейчас свитшот. Это 861 203. Леггинсы 861 227. Так, смотрите, у нас как-то совпало в этот раз. Наконец-то. Потому что мы не договаривались, как одеваться. И решили, что, в принципе, это без разницы. И под конец все равно мы в одном и том же оказались. Итак, на мне артикул 861 222. Платье свитшот. Размер L. Да, то есть и леггинсы 861 241. Размер XL. Состав 74 вискоза. 18 полиэстер. 8 спандекс. Так, у Катюшки то же самое. У меня свитшот получается 861 221. А леггинсы получаются 861 239. Обалденные цвета. Мне очень нравится. Катя сказала, что оставляй себе полностью все. Да. Мне очень нравится вот этот цвет. Он очень такой уютный, я бы сказала. То есть остальные цвета были такие, хоть и немного приглушенные, но все равно. Ну, а этот прям такой уютный, домашний цвет, хороший. Хоть мне и не нравится сильно в обтяжку, и я все-таки выберу скорее для себя размер L, но еще послушаю ваши советы, как мне их цель. Но вот, ребят, знаете, не поняла прикол. Реально не поняла. Свитшот есть, леггинсов нет. Даже в каталоге нет. Нигде нет. То есть просто не сделали леггинсы к этому свитшоту. Было бы очень классно с белыми кроссовочками. Вот этот вот цельный образ, но, к сожалению, его нету. Я подумала, что будет подходить этот к этому, но оно некрасиво смотрится. В общем-то, цвет сам по себе реально классный. Но с чем его сочетать, с чем его носить, что-то идти в магазин искать, подбирать для того, чтобы это носить, оно не подойдет. Мне кажется, к фиалковому подходит. Думаешь? Да, розовый этот. Ну, тоже хотелось бы цельный образ. Я не знаю, почему самый красивый цвет, на мой взгляд, вот на мой взгляд, обделили леггинсами. Мне это вообще непонятно. Хочется его оставить, но с чем его я буду носить, я не понимаю. Пока что дайте мне, пожалуйста, советы. Это для меня новое. Я... Артикул? У размера L 861 216. У меня у размера M будет 861 215. Очень красиво. Ну, вот я вижу, что с этими леггинсами как-то мне не нравится. Мне хочется цельный образ, белые кроссовки и пошла. Вот все, больше мне ничего не хочется. Не знаю, почему пожадничали. Может, они еще будут? Да, да, да. Ну, все, с вами была Шишкина Екатерина. Икону Новоган. Очень понравилась коллекция. Вообще супер классно. Так, ребят, ну что, в самом конце видео я вам обещала показать все внутри, детскую одежду. Давайте посмотрим. Смотрите, вот тут в каталоге, да. Так, какой-то у меня каталог. А, это каталог, получается, шестой. Угу. Ну, тут новая коллекция. Конечно же, все хочется попробовать. Неизвестно, что будет в наличии. Что успеем, что не успеем. Да, ну, будем надеяться, что успеем. Все. Кстати, солнцезащенку нам надо заказать. Итак, значит, что у нас тут есть? Это, смотрите, действительно, свитшоты 4 вида, а леггинсы 3 вида. Розовых, розовый свитшот есть, а леггинсов розовых нет. Я так понимаю, их уже не будет. Хотя у ребенка, да, появятся еще кроссовочки к этому ко всему. Здорово, да, то есть розовые кроссовки. А вот свитшота нет. Носочки появятся, в общем-то, да. Угу. Ну, все здорово, да. Сумочки появятся. В общем, нормально. Итак, давайте смотреть с вами. Они все, в принципе, одинаковые. Хочется вам просто показать вот то, что, какие швы, что к чему. Викузьке такой размер немножко длинноват, совсем чуточку, но зато по попке везде свободно. Они просвечивают. И понятно, что вот у нас трусики тоже от Фаберлик с мороженками. Немножечко натянулось. Вот так вот вроде бы не видно, но на самом деле все мороженки, пироженки. Было видно, да, то есть не очень так это хорошо, да. То есть обычная ткань, очень плотная, хорошая, но не толстая, да. То есть кожа в ней дышит, они не супер теплые. Это такой прям хлопок-хлопок. И далее, как и все, в принципе, свиншотики, она идет... Худики. Да, она идет такая, знаете, плотная, теплая. В отличие от ленкинсов, тут прям тепло-теплоще. Она такая прям толстая, да, как вы видите. И если резиночка тут обычная, да, двойная просто, то изнутри прям такой вот начес. И ткань действительно очень плотная, да, как вы видите. Антирастяжечка тут. Такое чувство, что отсутствует или как-то вшитая в саму кофточку, не знаю. В общем, рисунок. На всех изделиях рисуночек тут идет чисто такая покрасочка. Если его натянуть, он не, как вы видите, не расходится, ничего. То есть он такой крепкий, не трескается. То есть все хорошо, да. Ну, угодили. Лав вообще линейка классная. И шампуни у них классные. И все классные. Худики такие постельные, клевые. Будем носить. Это я вам показываю изнаночную сторону лав. Да, то есть вот такой вот тут небольшая вышивка в цвет идет. Это уже снаружи, да, и изнутри. То есть это уже не краска. Тут будет все долго, придолго держаться. Хотя и так краска тоже великолепная. Да, то есть вот прям качество хорошее. Они плотные, они теплые. Мне понравилось прям вообще. Да, то есть не с изделия. На самом деле ткань хорошенькая такая. А снизу вот так вот. Вот, ну вот, в принципе, все, что я хотела показать. И еще вам хочу сказать, что я заказывала себе размер L. Потому что я не люблю, когда они на мне слишком объемно смотрятся. Из-за того, что я слишком объемная, да. Вот. И размер L это, наверное, 48, я так понимаю. XL это 50. Так вот, 50, размер XL 50. У меня свекровь себе ставила розовый и фисташковый. Ей понравился. Лавандовый она думала с белжевым. Но потом говорит, куда мне столько много курт, мне столько много не надо. И вот она фисташковый и розовый выбрала. Себе оставила. Дочка, дочка оставила себе все. Полностью все. Ничего на возврат не пошло. И я себе оставила тоже полностью все. Но в размере L. У свекрови XL. У Катюшки М очка. И довольно так и свободно на ней сидит. В общем-то, ну так, приоделись немножечко, да. Жду, конечно же, очень жду. Козырьки, кепки с пайетками. Мне тоже все очень хочется примерить. Новинки в каждой линеечке потихонечку, потихонечку к нам приходят и приходят, да. То есть кошелек так и не смогла взять. Вот у меня спрашивали, да, про кошелек. Тут уже будет такая болтовня из-за того, что ролик сам по себе коротенький. А кроссовки, вы меня спрашивали про кроссовки. Обязательно закажу и, наверное, ничего на возврат не отправлю. Вот такие кеды женские. Я вообще хочу две пары. Прям хочется, потому что пока одни в машине болтыхаются, во-вторых ходить. Что-то типа этого. Потому что они как раз вот под эти подходи, под свишоты, они подойдут. И мне кажется, их в первую очередь разберут. Потому что это под все подходит, да. Вот действительно классные такие хорошенькие. Вот, и вот эти вот беленькие тоже очень хочу. Прямо чисто беленькие. Голубые, по-моему, у меня такие есть или нет. Точно не подскажу. Туфли, ботинки мне уже идут. Мне уже идут кроссовки. Тоже буду себе мужу заказывать. Пусть сам примеряют, сам смотрят, что хочешь носить, что не хочешь носить. Свекру тоже закажу. Пусть они смотрят и выбирают. Вот эта линейка уже вся вышла. Не было белой футболки с кармашком. Но я ее вот сейчас заказала. Когда она придет, я обязательно вам видео сниму. Фены. Так как фен очень хорошо расхвалили, я возьму пока один. И если что, закажу еще два. Чтобы у спекрови у Кати были по фену. Как раз у Кати фен сломался буквально месяц назад. Решили в ремонт не сдавать. Потому что фену было около 10 лет. Да, поэтому фитнес. Жду очень эластичные ленты под фитнес. Почему? Потому что я сейчас занимаюсь спортом. Временно прекратила. Ну, уже, наверное, месяц. Ну, три недели точно я не занимаюсь. Потому что мне стрельнуло в спину из-за упражнения. Березка защемила меня в трех местах на спине. Но все ленты, которые я покупала. Спортмастер, еще не помню где. Я их все выкидываю. Потому что они защипывают кожу. С ними реально нехорошо. А вот эти вот ленты от Фаберлик. У меня муж парочку штучек порвал. Нагрузку 11 килограмм. И длинок 9,6 килограмм немало. Получается, мне надо 11 длинок. Вот. Поэтому я жду очень сильно эти ленты. Но их нет в наличии. Надеюсь, что они щипаться не будут. По-моему, последний раз я выкинула Демикс. Демикс. Мне прям хотелось. И я вот выкинула. Калорий блок будет обновленный. Я за этим за всем начала прям так следить-следить. Вот. Что еще хочется сказать. Книжки будут. История животных. История счастья. Книжки у нас все больше и больше. Фаберлик хочет, чтобы мы книжечки с вами читали. Я думаю, это здорово. Да. Такие вот. Вот именно про этот фен я говорила. Тут три насадки. Концентратор с функцией закручивания воздуха. Быстрая сушка с легким массажным эффектом. Насадка-концентратор. Три температурных режима. Две скорости воздушного потока. Функция холодный воздух для фиксации. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, что за фен. Ко мне ходит визажист-парикмахер на дом. Иногда, да, перед съемками мне что-то делать. Я ей этот фен подсуну и спрошу, как тебе? Удобно ли? Я думаю, будет здорово. Вот. Столько вот. Вот эти патчи еще тоже заказала. Тоже ко мне едут. Тоже мне интересно. Катал двухнедельный. Новинок будет много. Шампунь тоже от Биомики я уже заказала. Ну, в общем, будем, ребят, смотреть. Конечно же, новинок много. Все буду примерять. Хочется мне, конечно же, примерить все купальники. Но вот такой открытый я точно не буду носить при своем весе. Потому что, не знаю, мне даже как-то неудобно за девчонок, которые все свои там жиры, да, как сказать, лишние места выставляют. И на показ. Я люблю все это дело закрывать. Вот я думаю, над таким купальником, с таким вот бюстом, с верхним, потому что он будет держать, придерживать, я думаю, будет здорово. Ну, и 100%, если вот тут чашечки мне подойдут, все подойдет, я обязательно такой себе тоже приобрету. Вот, шляпок у меня, конечно, очень много. Я в каждой стране по шляпке напокупала. Но все равно закажу на обзор, а вдруг понравится. Осенью мы планируем в Турцию от компании Фаберлик. Потом мы планируем в Португалию. Потом мы планируем в Турцию еще к друзьям съездить. А в Дубае планируем съездить. Ну, поездки 4. Вроде бы как собираемся все-таки скататься. Поэтому посмотрим. Я думаю, шляпок нужно много. Потому что я шляпки люблю терять. Новые лаки. Ребят, сразу же хочу объяснить вам, почему я не заказываю новые лаки. Очень частый от вас вопрос. Лаков действительно огромное количество. Это тоже, кстати, жду. Скоро придет уже. Да, базы под макияж, праймеры и так далее. Все очень-очень жду. Вот, по лакам что скажу. У меня нет такого, что мне не нравятся лаки Фаберлик. Я нормально бы ими красилась, если бы у меня было терпение. Вот я раз в три недели, примерно ко мне приходит девушка. И мы дочка старшая, я, свекровь, все втроем сделали маникюр. Педикюр я вообще раз в три месяца делаю. Может, раз в полгода я вообще не люблю делать педикюр. Вот, потому что сидеть скучно ждать. Вот. И я не хочу просто сидеть и перекрашивать, перекрашивать, перекрашивать. Где-то что-то обломалось, стирать, докрашивать. Это не мое. У меня терпения не хватит. Вот мне сделали, я отходила три недели, мне снова сделали. Я снова отходила и так далее. Хотя цвета просто суперские. Поэтому я не знаю, как оно по действию. Не просите меня снимать, да, мое покрытие. У меня ногти, как вы видите, свои. Но покрытие у меня очень прочное. Я могу и пол мыть, и посуду, и мыть, и все-все-все на свете. И у меня ничего с ними не случается. Мне вот это нужно. Потому что я снимаю очень много обзоров. И я просто не представляю, если у меня перед каким-то обзором сколется, да, вот этот вот обычный лак. Кстати, вот тушь кликанго у меня закончилась. Она мне понравилась. И я должна сидеть и перекрашивать там, да, вот этот ноготь. А другой уже отрос или уже не такой цвет получается. В общем, нет, я это даже не представляю. Представлять не хочу. Поэтому лаки от Фаберли я не ругаю. Как некоторые тоже мне пишут. Вы не заказывайте, потому что они плохие. Нет, неправда. Просто у меня нет терпения этим заниматься. Я не из тех людей. Я позвала мастера, она мне сделала. Моей прическу ушла, да, два часа отработала. Я позвала, допустим, эту же массажистку. Она меня всю промассажировала и все. Да, то есть я сама массажами, там, чем-то еще таким. Я не люблю этим всем заниматься. Я все-таки считаю, что специалист должен, ну, как бы, в каждом деле должен быть свой специалист. Не может быть, чтобы человек, который, там, да, всю жизнь, там, лечил зубы, вдруг резко, через пять минут после лечения зубов, побежит делать себе этот же маникюр, потом побежит делать кому-то макияж. Не может быть людей, которые все-все умеют. Каждый должен заниматься своим делом. И я не всеручка. Мне это не нравится. Кисточки, ребят, заказала все. На удивление мне придут, по-моему, все кисточки. Вот, вот эту вещь хочу выцепить, но у меня не получается. Мне очень понравился вот этот вот уход. Честно вам скажу, никак не могу его выцепить. Вот, Джоли-Джоли тоже скоро придет. Это моя любимая парфюмерка, стоит у меня прям на столе. Я люблю ее аромат. Ну, в общем, я думаю, я на все ваши вопросы более-менее ответила, да. И еще очень много задаете вопросов по похудению, всякие, да, вот эти вот БАДы. Можно ли там, например, при больном сердце принимать там омегу или еще что-то, да. То есть я не медик, я такие советы давать права не имею. Даже если бы я была медиком, да, широкого профиля, как вот наш, например, Александр Эдикер, который проводит для нас вебинары, он считается главным патологоанатомом России, да, то есть специалист уже очень с хорошим стажем, очень умный мужчина. Ну и то, я вот смотрела его прямые эфиры, он не берется никому ставить диагнозы по переписке, по телефону. Он сразу говорит, идите ко врачу, идите на прием, пусть врач у вас берет анализы и так далее, и так далее. Потому что он знает, при каких диагнозах что можно, но я-то точно этого не знаю, потому что я не училась. И, конечно, когда вы видите, что вам показывают, что есть в компании Фаберли, и вы спрашиваете совета, вам, конечно же, дадут совет, да, покупайте, покупайте этот БАД, покупайте там, допустим, этот же Ньютоник или Живицу, да, там Живица, кстати, с седьмого каталога у нас должна появиться, уже пятый каталог, я штук 20 возьму. И вот что я вам хочу сказать. Не нужно верить людям, которые не имеют надлежащего медицинского образования по каким-то особенностям вашего организма, да. Например, если у меня свекровь с сахарный диабет, и я приобрела какой-то БАД себе, я звоню в врачу и говорю, слушай, дорогая, да, то есть, ну, мы с ней давно общаемся, тоже врач общей практики, 30 лет. Я говорю, слушай, дорогая, вот у нас инсулино-зависимый с сахарный диабет, мы колем инсулин 3 раза в день, днем иногда пропускаем. Вот все-все-все ей рассказала. Она говорит, Аня, я боюсь разрешать, мне нужно вначале ее посмотреть. То есть, понимаете, сами человек, зная меня, зная, что я умею описывать какие-либо там диагнозы немножечко, да, и то не берется говорить, да, можно, нет, нельзя. Я говорю, а что ей можно, вот точно можно. Она говорит, ей нужен, можно там черный тмин, вот секреты Востока, ей можно омегу, обязательно даже не можно, нужно. Она ей прописала лецитин, лизин, да, то есть, ну, такие вот БАДы, витамины С, витамин С она ей прописала, сказала, что ей нужно обязательно, да, его пить, принимать. Вот, поэтому, конечно, когда вы с чужими людьми советуетесь, вы не думайте, что все люди в интернете профессионалы. Вот некоторые люди просто до такой степени доверчивые и наивные. Я бы вам хотела пожелать все-таки ходить к доктору, чтобы, не дай бог, не навредить своему здоровью. Всякое бывает. Поэтому все, с вами была Конова Аня, пообщались с вами по душам, по душам, из-за того, что ролик короткий, я могу немножко с вами пообщаться, а то столько вечно новинок, много, что кошмар. Вот, кстати, то, что я купила по распродаже, это будет мой следующий обзор, как вы видите, это все по распродаже приобретено. Вот, ну все, всем пока-пока, желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения, чтобы у вас все было отлично и замечательно.